Приветствую вас, дорогие друзья! Я рад видеть вас на своём канале. У нас обзор и первый взгляд на новую игру, которая называется Age of Magic. Давайте посмотрим, что это за игра и стоит ли она нашего внимания. Итак, мы зашли в игру, нас приветствует дракон, и это Пролог. Приветствую тебя, Вершитель. С твоим появлением начинается предсказание эпохи магии. Ну что, перед нами большущее такое, знаете, пространство, большая, очень большая, на самом-то деле... Так, секундочку. Вот так вот получше будет, да? По-моему, да. Очень большая карта, большая территория, которая очень сильно напоминает мне Idol Hero. Те, кто смотрят меня давно, те знают, о чём я говорю, и это действительно так. У нас осколки прошлого, давайте пропустим. Здесь много глав. Раз, два, три, четыре, пять глав. Каждый из глав более десяти миссий. Так, и это наша первая битва, которую мы можем пройти. Так, нам предлагают выбрать героя, которого нужно перетащить, и нажимаем битву. Я так понимаю, битва здесь проходит автоматически, что ли? Или нет? У каждого героя есть уникальные боевые способности, и используй прямо сейчас самую сильную способность. Давай. Кердык. Еблык. Херык. Так, добиваем. Так, нет, стоп, это защитное поле, которое мы поставили на себя, но что-то оно нам не сильно помогает. Графа, кстати говоря, ребят, заметили? Графа, по-моему, смотрится очень круто. Мне нравится. Вот вам, пожалуйста, уже я вначале сравнил игру с Идл Херу, но сейчас я не могу этого сделать, потому что Age of Magic это реально на голову, на голову выше уже по самой графике игра. Невероятно круто смотрится, это раз. Крутая продуманная боевка, это два. Да, мы здесь особо сильно не управляем, но тем не менее. Выбираем скиллуху, на которую приятно смотреть. Так, мы можем что-то сделать с нашим героем, нам предлагают его потренировать. Хорошо. Денежку как раз мы накопили, хорошо. Отлично, у меня уже восьмой уровень у героя, если я не ошибаюсь. Так, дальше продолжает пройти кампанию. Ребят, почему я показываю вам обучалку? Да потому что именно во время обучалки становится ясно, будем ли мы играть дальше в игру или забросим ее нахер. И вот сейчас я прекрасно понимаю, что Age of Magic довольно крутая и интересная игра. И я не то что хочу ее стримить и снимать, а я от нее реально в восторге. Мы, кстати, кританули и с одной прухи убили эту ящерицу, что ли, по-моему, да, это ящерица. Так, поставлю я защиту пока что. Так, это защита, я не пойму, от физдамага, по-моему, да. Так, двойной удар даже немного меня пробивает. Но мы, конечно же, с легкостью с ними справляемся. Герой тоже очень круто смотрится. Да, у нас тут можно крутить полем боя и у нас даже какого-то хрена начинается второй раунд. Здесь вот показывается, что раунд два из двух сейчас. Перед этим был один из одного. Я как-то даже на это не обратил, если честно, внимания. И вот только что я немного офигел. Блин, мне нравится, что тут можно вертеть камерой просмотра боя. Так, убиваем с одного удара, как и в прошлый раз. Хорошо. Да, это все-таки ящерицы. Три звезды получаем. Кучу всяких неизвестных пока что ресурсов, артефактов, с которыми нам пристельно, конечно же, разобраться. Я думаю, мы успеем даже разобраться с этим поверхностно во время этого обзорного видеоролика. И более глубокий обзор сделаем, конечно же, во время того, как будем уделять внимание каждому из аспектов. Так, хорошо. Вот сейчас мы надеваем эти артефакты. Так, отлично надеваем все. Я так понимаю, каждый раз, когда мы будем собирать полный комплект, мы сможем повышать не уровень, а звездность нашего героя. То есть это стандартная схема развития героя в таких играх. Поэтому здесь ничего нового. Так, тут против меня три героя нам показывают. У меня по-прежнему все еще один герой. Вроде как можно размещать целых шесть. Ух ты. Да ну нахер. Рогар. Проклятый деменопоклонник. Я видел, как ты убегал из разорванной деревни. Так, ну что ж. Это уже, мне кажется, что-то более солидное. Он тоже вроде бы как ящер. Давай начнем с сильного удара, с хорошего дамага. Он делает неответный удар. Я почти что его убиваю, принимаю еще один удар. И я так понимаю, на второй раунд он позовет подмогу. И их будет уже трое. Потому что изначально... Да, вот, пожалуйста. Дилды аж упарились, лупят друг друга. Самое время их добить. Вот то, о чем я вам и говорю, ребят. Ооо, это что-то новенькое. Блин, крутой герой. Очень круто выглядит. Вы представляете, насколько сильно подзаморочились ребята, когда создавали эту игру. Потому что графика и прорисовка каждого, ну действительно уникальна. Я еще ни одной игры не видел, в которой были похожие, хотя бы похожие, воины на вот этих героев. И мобок. То есть это означает, что игра по-своему действительно уникальная. Понимаете? Это означает, что она стоит особого внимания. На данном этапе я действительно в восторге от игры. Несмотря на то, что мы проходим только гребанное обучение. Впервые за долгое время мне не скучно. Играя и проходя обучение. Понимаете? Мне хочется посмотреть. Мне хочется увидеть. Я открыл нового героя. Рогар. Ящер-рыцарь какой-то у нас получается. Так, одна звезда у него всего. Давайте мы его посмотрим поближе. Так, кубок бесплатный. Получи 9 уровней и Джах или Торак станет твоим совершенно бесплатно. Так, нам нужно достичь 9 уровней и мы получим бесплатных героев. Круто. Это действительно классно. Так, надо будет это обязательно сделать. Девятый уровень надо получить, да? Если я не ошибся. А как мы тут? Вроде в тренировки заходили, да? Давайте полоть. Ммм, не хватает, слушай. Или хватает? По-моему хватает. Да, хватает. Не, недостаточно зелье опыта все-таки тренироваться за одну монету, да? Ладно, наверное, нам нужно еще подождать немножко, чтобы я сейчас зря не потратил эти монеты. Или что? Не хотелось бы, если честно, сейчас натворить глупости, поэтому спешить не будем. Давайте посмотрим на Рогара нашего. Так, мы можем его даже поставить в несколько предметов. Это хорошо. И мы можем его немного потренировать. Так, вот, все, дальше это уже нельзя, нельзя, нельзя. До третьего уровня за серебро я могу его тренировать. Зелий опыта мне показывает, что достаточно. Хорошо, понял. И смотрите, только вот вы посмотрите, сколько в игре героев, ребят. Охренеть. Просто охренеть. И игра новая, игра свежая, она только развивается. Хорошо, давайте сделаем еще один бой. Я думаю, на это можно будет закончить обзорный видеоролик и делать уже более углубленные дальше. Поехали. Тихо, я могу усилить свой отряд, добавив еще одного героя. Да, и чуть этот момент я чуть не провтыкал, и я думаю, я бы не смог в одиночку затащить. Так, смотрите на его глаза. Боже, какие крутые прорисовки. Ну вот, ребят, попробуйте не согласиться. Это же действительно круто смотрится. Так, за битву без потерь ты получишь три звезды. Потеряв одного героя, две звезды. А если погибнут двое или более, одну звезду. Но это понятно, да. С этим мы уже разобрались еще в других играх. Так, поэтому здесь ничего нового. Дамаг у него, кстати, слабенький. Так, по хп вроде все в порядке, но дамаг слабоват. Два героя, противники не сильные. Но у нас, кстати, три раунда, прошу заметить. Это проблематично, как мне кажется. Так, новая... Гадалка Зутима. Кобальды маги. Хорошо. Так, уже знаю, что это класс кобальтов. Окей, с этим мы разобрались. Давай тогда сначала убьем ее, пожалуй. Я не хочу рисковать с новыми. Она, скорее всего, саппорт, да, получается. Я так понимаю, да, она саппорт. Так, сразу двоих дамажу, но дамаг очень слабый. Боже, он очень слабый герой. Нам придется его очень хорошо или прокачать, или же забить хрен на него. И практически за него не играть, когда появятся новые герои. Я, конечно же, склоняюсь именно к этому, потому что у него всего лишь одна звездность. И одна звезда это очень мало, на самом-то деле. Поэтому он как-то не внушает никакого доверия. Так, почти снес моба. Он у нас хиллер есть. Так, пожалуйста. Нихера себе он себя забафал. Ху-ху. Дело дрянь. Слушай, он очень сильно кританули на 2к. Нихчоси. Челл очень сильно себя забафал, но я его убиваю. Хорошо. Так. Дамагнули нас зельками. Окей. Давай убьем хилла. Промахиваемся. Первый промах в игре. Так, убиваю с плюхи. И добиваю. Отлично. Ну что, свергли мы трех врагов. Это был наш, вроде, третий или четвертый бой. Так, хорошо. Вот я, получается, вот это наше зелье опыта, да? Да, для повышения героя. Хорошо. Окей. Это мы сделали. Крутые заставки во время загрузки тоже очень важная схема. Очень важный момент. И они здесь присутствуют, понимаете? Так, ты можешь повторно проходить битвы и получать награды. Да, это мы уже поняли. То есть я могу моментально проходить. Это мы видели. Хорошо. Это все делается за сферы. Так, отлично. Применяем сверки. Получаем. Окей. Три звезды. Все хорошо. Вот наше зелье опыта. В общем, все как полагается. Я не знаю, где берутся эти сферы. Поэтому приобрести набор энергии и сферы памяти, чтобы продолжить путешествие. Вот, видите? То есть это все не так просто. И это все затратно. Поэтому не стоит, я думаю, расходовать их в самом начале. Нужно немножко подождать. Так, почта собрать. Хорошо. Также даются вот, как мы видим, бонусы, которые можно получать каждый день. Это очень интересно. Совсем скоро откроется подземелье ужасов, арена. Ну, в общем, все как я говорил. Ребят, игра на самом-то деле очень новая. В скорое время будут открываться новые аренки, подземельки и прочее. Поэтому нужно лишь начать играть в нее сейчас, чтобы к моменту открытия уже быть более-менее на ногах и разбираться в игре. Ну, а я, конечно же, со своей стороны буду вам в этом помогать. Поэтому, если вам нравится эта игра, не забудьте влупить Лойс, подписаться на канал и зайти ко мне уже завтра. Потому что именно завтра выйдет новый ролик. Всем спасибо. Пока-пока. Продолжение следует.